У меня мечта — попасть на X-Games, ампиаду и завесить всю стену дипломами и медалями. X-Games — это соревнование крутое. Я хочу, чтобы вся моя комната была завешена. Когда она будет завешена, тогда пойду в коридор завешивать. После рекламы мы познакомимся с героями нашего сюжета — талантливой сноубордисткой Веселисой Ермаковой, ее мамой Натальей и спортсменкой, активисткой, актрисой кино и театра Еленой Борщовой. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об обновленном спортивном комплексе «Воробьевы горы» и об успехах юной сноубордистки Василисы Ермаковой, которая там тренируется. У меня в студии сама Василиса, ее мама Наталья и актриса Елена Борщова. Здравствуйте. Здравствуйте. Василиса Антоновна, вы попали в книгу мировых рекордов? Я знаю. Да, верно. За что такая доля? За рекорд — кэп 900 градусов. Так, а поподробнее? Это что-то из геометрии мне говорят. Про градусы? У кого что про градусы? У вас геометрия? Кэп — это значит «мени свои стойки». А 900 — это значит 900 градусов. Два с половиной оборота рукости своей оси. Я даже не представляю, как это вот можно... Это прыжок на трамплине, на большом. Он взрослый трамплин в большом парке. Два с половиной оборота вокруг себя надо сделать. А вы так можете? Я? Что вы? Я даже по прямой плохо езжу. Лена, а вы ведь занимались сноубордом, насколько я знаю. Да, я несколько лет каталась на сноуборде. Потом как-то у меня вот заболело моё колено рулевое. Мне посоветовали, говорят, либо идёшь, становишься на лыжи, либо вообще просто не катаешься ни на чём. Ну, я решила попробовать на лыжах и поняла, что всё-таки моё — это лыжа. Сноуборд, конечно, классно. Ваша эта сцена на самом деле. Ну, ладно. Гораздо комфортнее. В контексте. А вот каким образом получилось, что в такой вид развлечений ребёнка отправили? Ну-ка рассказывай. Я сама как бы встала на сноуборд. То есть как это сама? Ну, мы с мамой и с папой поехали кататься. Я у папы увидела сноуборд и сама встала. Встала и поехала сразу. Это ей было три года. Три года? Да. Вот прям на парковке мы разгружали инвентарь. Пока там отвернулись, смотрим, она уже едет. Там такой был маленький склон, и она прям раз и поехала. И потом уже в следующем сезоне я купила ей свой сноуборд в четыре года как раз. И вот она встала. Они какие-то детские? Это был самый маленький сноуборд, да. И она сразу начала прогрессировать прям со страшной силой. И мы задумали, что надо попробовать как-то дальше это развивать. Вот что из этого вышло. Василиса, а вы помните свои первые соревнования? Да, я помню. Это было на Большой Игоре в Крылатском. Мне было четыре года на скорость соревнования. Она заняла первое место, да? Среди детей шести-двенадцать лет. Она была самая маленькая там. Первое место. Ермакова Василиса. Эта медаль здесь есть среди тех, которых вы принесли? Скорее всего, вот эта. Самая маленькая. Самая маленькая, да. Нет, вот эта вот поменьше. Это или это? Ну да, они там все складываются. Это или это? Они уже не могут разобраться. Нет, я не помню. У меня муж спортсмен тоже. И уже шкафа не хватает. Я говорю, я специально сделала шкаф для медалей и кубков. А вы вообще за здоровый образ жизни, да, Лена? То есть вы много занимаетесь спортом? Учитывая то, что у меня муж спортсмен, это как бы, да, давно... Я говорю, спорт вошел в мою жизнь, как только муж вошел в мою жизнь. Но он в основном в зале тренируется. А я вот скандинавскую ходьбу, кстати, полюбила. Да? Ой, я думал, что это все-таки для людей моего возраста. Так это было возрастных. Видимо, пришло мое время. А вы, раз муж спортсмен, вы как любитель или в каких-то соревнованиях участвовали? Вот, в смысле сноуборда. Ну вот, кстати, по сноуборду я как-то раз заняла второе место. Но дело в том, что нас всего было двое. Поэтому я так, конечно, громко говорю, вот я, да, в Эльбрусе в этом году каталась. Мне дали, да, вот друг мой инструктор одолжил мне такую вот куртку. И сзади было написано инструктор. Ну и все спрашивали, девушка, вы инструктор? Я говорю, да, но только по юмору. Василиса, сколько вам лет? Девять. Девять. Так, и сколько, значит, у вас уже стаж сноубордистки? Сколько лет вы уже занимаетесь? Пять лет. В три вы встали, да? Нет, но начали с четырех. С четырех, то есть пять лет уже. Я не знаю, что после открытия Воробьевых гор вас пригласили, как это называется в такой термин, special guest, специальный гость, как звезду. Да, ну, возможно, как звезду, но мы поехали просто ради интереса. Мы вообще, когда открыли Воробьевы горы, мы очень сильно обрадовались. Нам там предоставили возможность кататься бесплатно, нам дали эскипасы, выделили место, там шкафчик. В Воробьевы горы, это же удобно, что это в центре. Да, это очень удобно, это очень красиво. Там такие виды, такие видео, вообще мы в восторге. Да, мне тоже вот интересно, надо будет съездить в следующем сезоне. Вы не были? Да, в следующем не было. Нет, это надо видеть. Да, в этом году там еще были соревнования, там был шикарный трамплин. Василиса просто так схватилась, мы смотрели вот так в перилы, и ее оторвать было невозможно. Ей так понравилось. Короче, уровень прям топчик. Народа много было? Очень, все забито было. Все забито. А скейтборд появился одновременно со сноубордом? Скейтборд у нас, да. Сначала скейтборд, после где-то около четырех лет, еще не было четырех лет, они вместе с папой увидели, как катаются мальчики, там у нас недалеко от дома. Я, извините, уточню, папа спортсмен. Папа сноубордист, но не скейтбордист. И она увидела, как катается мальчик, такая дисциплина, называется даунхилл скейтборд, это скоростные спуски с горы. Вот как раз на видео. И она попросила скейт, пришлось купить и ей, и папе, и они вместе вот одновременно учились. Мы добились достаточно высоких результатов. Василиса у нас установила тоже рекорд. Россия по скорости в пять лет. 48 километров в час. 48? 48 километров в час, это вот в пять лет. Но потом пришлось все-таки в сноуборд идти, потому что там до 70 километров в час уже скорость развивалась. Нам уже как-то, ну, мы решили... При том, что в Москве ограничение 60 километров в час. А где тайные места? Да, где тайные места есть, хорошая дорога, да, где можно кататься, мы вот там. Василиса, ну, давайте уже нам что-нибудь продемонстрировать, а то все рассказывайте, рассказывайте. Да, давай, Василис, очень интересно. Ну, вот сейчас хочу по кругу прокатиться. Так, давайте. Давай, набирай скорость. У вас специально круги, да, под нее? Да, мы прямо в студию построим специально под Василису. Ну, я думаю, что, как бы мы в студии не старались, все-таки на Воробьевых горах, наверное, удобнее. Конечно, удобнее, конечно, да. Мне больше всего понравилось, что там мне надо подниматься ногами или, знаете, такие бугельные подъемники, это когда вот под ногу и тебя там поднимают. Там очень шикарные, удобные кресельные подъемники. Открытые или закрытые? Они закрываются, очень удобно. Внизу, когда ты прокатился, там есть кафе. Можно там сосиски поесть, она отапливается, можно погреться. Плюс мне лично понравилось, что там есть школа для детей. Прям вот именно не просто инструкторов можно брать, а именно школа. Там как бы групповые, наверное, занятия какие-то для детей, то есть для развития спорта детского. Парк там очень хороший, несколько трамплинов, плюс фигуры железные такие. Как они называются, Вася? Трубы. Трубы с подсветкой, все красиво, и фотки будут красивые покататься и отдохнуть. А если человек вообще не имеет представления о том, как кататься там? Не имеет представления, но это можно обратиться к инструктору, вас там научат, да. Если прям совсем. Там есть учебный склон, ну, такой маленький по логии. Можно не пугаться и не бояться, что ты упадешь, травмируешься. Все замечательно. О, как раз у Василиса. Василиса, вот у вас наград уже предостаточно. Но есть, наверное, какие-нибудь, не знаю, мечты, о чем-то мечтаете вы? Ну, я мечтаю попасть на Олимпиаду и я мечтаю завесить весь дом наградами и медалями. Ну, насчет, конечно, Олимпиады, это не в наших силах, что-либо обещать. Вот, но, тем не менее, мы приготовили подарок. Такой вот у нас рояль в кустах. Так. Вот. Ну-ка, разберите. Мы знаем, что со всего мира вам подарки. О, классно. Классники. Спасибо большое. Да. Будешь мерить? Да, надо, чтобы вы примерили, потому что... Примеришь? Ну, садись, примеряй. Мы же не знаем, как... Это на следующий год, наверное, да? Ботинки для сноуборда. Да, да, да. С удобной застежкой. Мы только в таких вот катаемся. Оп, видели как? Угу. И не надо шнурки затягивать. Да, да, да. Все. Да, на следующий год будет идеально. В общем, с размерами, я считаю, угадали. Да, 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 спасибо. На следующий год это... А потом когда-нибудь и... И еще. Олимпиады будет, да. Да, в таких же ботинках. Лен, а вы своих девочек берите. И вот такой пример. И на Воробьевы горы. Да, я на самом деле обязательно покажу видео Василисы, потому что, ну, это действительно впечатляет. Потому что, на самом деле, это крутое такое времяпровождение семейное. Да, и я все вот пытаюсь, как бы, чтобы вся наша семья... Муж тоже катался на сноуборде, он говорит, надо теперь мне, говорит, тоже на лыжах попорвать. Я говорю, давай, мне уже все равно, кто на чем, говорю, ну, давайте все вместе, давайте кататься, давайте проводить время активное и весело. Мне тоже приходится кататься, между прочим. Хотя я только так вот, со страхом Василиса меня учат. Вам, я считаю, надо настраиваться действительно на победы, на Олимпиаду. Это правильная установка. Вот всем вам огромное спасибо за беседу. После рекламы к нам присоединится один из лучших сноубордистов России, тренер по фристайлу Георгий Костин, певица, фанатка активного образа жизни и постоянный посетитель спортивного комплекса Воробьевы горы Корнелия Манго и необычный герой, четвероногий сноубордист по кличке Норд.